МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. Да, сегодня у нас программа Урбан, несмотря на то, что вторник. Очень неожиданно. Очень неожиданно. В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой «Глобус». Мы делаем программу Урбан сегодня, потому что это связано с нашими гостями. Сегодня они смогли к нам прийти, поэтому мы решили немножечко сдвинуть. Обычно, напоминаю, Урбан у нас выходит по средам два раза в месяц. В те среды, когда не выходит разворот на бизнес, они вот так вот меняются. И поскольку дело очень важное, вы знаете, что проект мы ведем уже три года, мы никогда не упускаем возможность поговорить с людьми, которые могут донести до горожан, до граждан какую-то важную, интересную информацию. То, что можно взять не только на карандаш, но и взять за основу к действию, для того, чтобы благоустраивать свои дома, дворы, районы и города. И вот сегодня мы с вами поговорим со специалистами, которые приехали не так далеко. Мы приехали из нашего... Нельзя сказать же, что это пригорода. Это не пригород, это второй по величине город в Кировской области. Верно. Несмотря на то, что все говорят о том, что будет складываться большая агломерация, состоящая из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского и даже генплан кировский отменили к производству, к разработке в связи с тем, что будет большой генеральный план разрабатываться сразу на большую агломерацию, мы пока не знаем, как, когда и кто это будет делать. Давай уже гостей представим. Да, но тем не менее, пока что мы говорим о Кирово-Чепецке как о втором по величине действительно городе Кировской области. Там живут больше 72 тысяч человек, если я не ошибаюсь, и представители этого города у нас в гостях. Михаил Шинкарев, глава администрации Кирово-Чепецка. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. И Евгений Лаптев, начальник управления архитектурой и градостроительства администрации Кирово-Чепецка, или главный архитектор Кирово-Чепецка, наверное, так попроще будет. Да, Евгений Андреевич, добрый день. Добрый день. Вступительных таких скажу. Дело в том, что Елена Михайловна Савина, глава города, наш эксперт и наша гостья постоянная, и мы с ней очень много говорим о программах благоустройства и участия горожан в этих программах, говорим о соучаствующем проектировании горожан. И это с ее подачей мы сегодня тоже встречаемся, потому что Евгений Лаптев, начальник управления архитектурой и градоустройств, который у нас здесь находится, главный архитектор города. Он активно участвует в этом процессе. Насколько я знаю, Евгений, вы часто бываете на различного рода семинарах, учебах и, в общем, в процессе в этом. Это очень важно на самом деле, потому что до последнего, может быть, года даже, до 2018 года, мы вот здесь, в этой студии, в программе «Урбан» очень много общались с активистами и со специалистами из других регионов, которые говорили о соучаствующем проектировании и о том, что сначала нужно спросить народ, а потом построить то, что ему нужно, да, различные общественные пространства и дворы. А в этом году к нам подключились архитекторы. Архитекторы, которые занимают должности, которые отвечают за развитие городов. На самом деле это важно, да, потому что экспертное сообщество, люди, конечно, слышимые властями, но, тем не менее, эти люди не всегда могут принимать решения и советовать тем людям, которые принимают решения. Не только так, вот экспертное мнение высказывают люди, которые являются специалистами в вопросах архитектуры и проектирования и при этом ещё занимают должности ответственные, да, вот это, мне кажется, что такие люди, ну, скажем, более вовлечённые в процесс, потому что они ситуацию видят с разных сторон. Ну, вот, может быть, мы ошибаемся с тобой. На самом деле так всегда происходило. Давайте спросим у главы администрации Кирова Чепецкого, Михаила Шенкарёва, действительно ли это вот новая такая тенденция, или это было всегда, когда разрабатывался проект, сначала проводили там соцопросы, социсследования, с людьми различные встречи, а потом уже строили, или нет, классический жанр был, что мы проектируем, город решает, застройщики говорят, мы видим так, значит, архитектурное бюро города, да, департамент архитектуры и градостроительства говорит, окей, разрабатываем под вас и строим, а дальше уже как пойдёт. Или всё-таки, или всё-таки вот первый вариант. Ну, наверное, так было не всегда, как в этом году и в прошлом году. Были разные ситуации, и, в общем-то, я напомню, что именно в Кирове Чепецке несколько лет назад как раз вот Евгений Андреевич и Илья Михайловна организовали лабораторию в 9-м микрорайоне, где как раз спрашивали мнение жителей. То есть это было уже несколько лет назад ещё задолго до комфортной среды, до этой программы. Михаил Анатольевич, а давайте поясним просто кировским слушателям, не все были в Чепецке, 9-й микрорайон – это что такое, это что за район города? Это один из самых современных микрорайонов, который строили в последние, там, десятилетия Советского Союза, он не завершён. Есть несколько пустых пространств, которые как раз жители определяли, а что должно быть на том или ином земельном участке. Я ошибаюсь, или это вот тот микрорайон, через который мы въезжаем в Кирово-Чепецк? Ну, въезжаем мы в восьмой микрорайон, а следующий девятый, да, по правой стороне. Это была чья инициатива, вот таким образом подойти к разработке этого микрорайона, да, достройке его благоустройства? Ну, инициатива была, наверное, образовательного учреждения, Евгений Андреевич, я думаю, что здесь он больше скажет, потому что он стоял основ этой лаборатории. Да, пожалуйста, Евгений. На тот момент, это в 2012 году, Елена Михайловна ещё работала директором образовательного учреждения. На каких-то из публичных слушаний, я уже даже не помню сейчас по какому вопросу, мы как раз заговорили о том, что к ней, как к директору образовательного учреждения, которое является таким ядром этого микрорайона. Она была директором школы. Да. Подходят родители, много обращаются именно с вопросами по решению каких-то проблем микрорайона. И мы в тот момент, я тоже увлёкся вот этой темой вовлечения граждан, механизмами такого вовлечения, и мы тогда договорились создать вот такую лабораторию. И на большом таком собрании родителей мы предложили. И после чего, в принципе, образовалась такая инициативная группа, с которой мы уже работали и дальше работали по проектам, поддержке местных инициатив, и какие-то частные истории вплоть до субботников, до установок скамеек мы решали вместе. Чего удалось достичь за эти годы, вот 12-й год, сейчас 18-й, в этом конкретном микрорайоне, в 9-м? Каждый год одна из самых мощных подготовленных заявок по поддержке местных инициатив – это те группы, которые работают в 9-м микрорайоне. Мы поставили в своё время, я готовил такой проект «Литературная скамейка». Мы поставили литературную скамейку, рядом с ней уличную библиотеку. И вот эта история с буккроссингом, когда можно принести книги, какие тебе понравилось взять, оказалось, это очень такая рабочая история, и она до сих пор действует. То есть это не в электронном виде книжки, это в натуральном совершенно виде стоит какой-то шкаф или что, где они хранятся? Это такой шкаф закрытый, который изначально помогла наполнить школьная библиотека, и потом мы уже видим, что какие-то книжки убывают, какие-то прибывают новые. То есть это… То есть мы горожане оценили. Ну да. То, что вы сейчас говорите, касается горожан, местных жителей, и касается администрации, например, и активного директора школы в то время. Участвовал ли в этом процессе бизнес в развитии 9-го микрорайона? – Или вы использовали программы, которые заложены в городском бюджете, и вот уже пришедшие программы, как ППМИ, по поддержке местных жителей, может быть, федеративные, стиральные? – Значит, здесь как раз вот все программы, которые были и ППМИ, и комфортная среда, они задействованы на микрорайон в том числе. Бизнес принимал участие, по инициативе жителей начали строить здание общественного назначения. Правда, появился, как всегда, торговый центр. Да, и вот сейчас как раз идет процесс, когда жители микрорайона требуют, в общем-то, от бизнеса, который обещал поставить здесь комбинат бытовых услуг, то есть и парикмахерский, и детское кафе, и что-то такое, что нужно было жителям микрорайона, которые обсуждали, предлагали, что здесь построить. Вот что бизнес сейчас пытаются повернуть в то, что он обещал. А, то есть торговый центр появился именно как торговый центр, то есть некомплексное такое учреждение, где все есть. Это была такая первая попытка, то есть мы, во-первых, как была организована работа? Мы, этот один из последних микрорайонов, как мы уже говорили, который строился, он был нереализован в полной мере. Потому что не успели. Потому что не успели. И как раз вот такие объекты, скажем, советской формации комбинат бытового обслуживания. Да, там магазин «Кошгалантерия», которых сейчас таких терминов нет. Вот эти участки, они остались. И они сейчас такие пустыри. Мы их все собрали и вынесли на суд жителей, где мы будем делать парковку, где мы будем делать детскую площадку. И при этом говорили, что вот есть большие деловые участки, которые в любом случае нам, как муниципалитету, мы можем извлекать прибыль в бюджет, которая потом идет на те же дороги и на развитие города. И предложили выбрать, если мы будем готовить участок под аренду, то какое разрешенное использование, какой функционал будет вам интересен. То есть вот мы начали с этого и родился вот такое здание общественного значения многофункциональное, которое должно было включать в себя фитнес-зал, кафе, какие-то бытовые услуги. Салон красоты. Да, и в принципе подрядчик, когда заходил, он собирал в том числе, то есть когда делал проект, он все эти функции собрал. Мы еще раз встречались с жителями, он показывал этот проект, его одобрили. И получил разрешение на строительство. Но сейчас не все арендаторы идут. То есть сейчас как раз идет вопрос о регулировании именно с жителями вот этого, того, что чуть-чуть там меняется или не чуть-чуть меняется функция этого здания. Так, подождите, оно уже... Да, хорошо, мы зададим вопрос после перерыва. Соучаствующее проектирование горожан, что это такое, как стимулировать граждан на обсуждение проектов и принятие решений. И когда мы говорим о горожанах, мы имеем в виду все категории граждан, что называется, от пенсионеров, заканчивая бизнесом. Мы сейчас приводим пример девятого микрорайона в городе Кирово-Чепецке. Разговариваем с Михаилом Шинкаревым, главой администрации Кирово-Чепецкой, Евгением Лаптевым, главным архитектором этого города, человеком, который с 12-го как минимум года занимается соучаствующим проектированием. Еще до того момента, как Минстрой Российской Федерации разработал рекомендации по соучаствующему проектированию, а потом в требования это все перешло, поскольку федеральная программа сейчас требует участвующего проектирования. Так вот, это очень интересный момент. Мы сейчас до него дошли, что горожане сами, можно сказать, ну вот через тогдашнего директора школы, а нынче мэра города Кирово-Чепецка Елена Савина, стали договариваться о том, что им нужно делать в девятом микрорайоне. И в том числе речь зашла о большом здании общественного назначения, где понятно совершенно, что люди должны делать. Вот в каждом микрорайоне такое должно быть еще не одно здание. Это должно быть кафе, где можно посидеть, поговорить, перекусить, а может вечер провести. Это спортивный зал, это какие-то учреждения бытового обслуживания, это может быть какие-то группы развития чего-нибудь по интересам. В общем, где можно проводить и досуг, и какие-то бытовые вопросы решать. И понятно, что там должны быть магазины. Ну, подожди, насчет магазинов как бы это вопрос. Но вот сейчас коллеги нам пояснили, что бизнес это все дело обещал. Здание возвели. Ввели в эксплуатацию в каком статусе, Михаил Анатольевич? В статусе именно том, которым заявлялись. Здание общественного назначения. Общественное здание многофункционального назначения. Общественное здание многофункционального назначения. А первый там арендатор, который появился, это был сетевой магазин «Пятерочка», правильно я понимаю? И вот тут бизнесмены аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать и говорят, что классно же, это же счастье, когда якорного арендатора приводишь, это здоровый и федеральный и сетевой магазин. Но это не совсем здание общественного назначения получается. А люди хотели именно этого. И вот вы говорите, что сейчас народ требует, дайте нам то, что вы обещали, требует у бизнеса категорически. И администрация поддерживает это требование? Нет, причем бизнес сейчас выходит нам на изменение разрешенного использования земельного участка. То есть сначала открыли то, что захотели, а не то, что предполагалось. Сейчас требуют изменить назначение земельного участка. Чтобы эти хотелки узаконить. Да, а мы говорим, нет, вот вы с людьми договаривались, с жителями краяна, вот вы сейчас выходите на публичное слушание и каждому жителю микрорайона говорите, а почему происходит и что это. И вот состоялись уже двое публичных слушаний. То есть жители микрорайона приходили, и от предпринимателя требуют все-таки наполнить помимо федеральной сети еще и другими видами услуг, которые интересны жителям этого микрорайона. А предприниматель что говорит в ответ? Пока обещает. Не шибко, сильно, но обещает. Он как-то объяснял, почему вот такая разница сложилась между желаниями, пожеланиями жителей, тех людей, которые туда ходить должны, и его, скажем так, интересами? Ну, то есть, с его слов он направлял, то есть давал рекламу, и по конкретным видам, по кафе, по фитнес-залу, арендатор не идет. Вот именно на эти функции не могу найти арендатора. А желающих открыть магазин? Желающий магазин, открыть магазин, я думаю, что есть всегда. Ну, давайте мы, чтобы эту тему сильно не углубляться в конкретный торговый центр, все-таки скажем, если жители в течение долгого времени просят и требуют, чтобы у них были все-таки общественные какие-то пункты, это значит, что потребность в девятом микрорайоне в этом есть, она не закрыта, и в том числе с точки бизнеса. Сейчас, поскольку у нас не разворот на бизнес, то мы не будем развивать тему, а насколько грамотно к планированию подошел этот бизнес, действительно достаточно ли объявлений в многотиражке или на подъездах приходите, арендуйте, потому что мы здесь очень много говорим, на самом деле, о бизнес-моделях как раз с бизнесменами, и мы видим, что грамотные бизнесмены подходят стратегически к этому планированию и дожимают до конца. Вот в Кирове такая тенденция пошла не везде, но она пошла сейчас, и мы видим, что она поддерживается городскими властями. Когда в основу закладывается статистика, желания граждан, четкий бизнес-план, потом строительство, а не просто грохнули здание, а там, как говорится, как уж пойдет, и, конечно, власти. Что-нибудь нам там, значит, мы вместе, уж куда деваться, переведем в другой, значит, участок, в другой статус. Вы не идете на эти шаги, и вы поддерживаете в этом смысле горожан. Горожане после вот такого опыта, о котором вы рассказываете нам, о других микрорайонах, как стали втягиваться в подобные процессы, и насколько они активнее стали в обсуждении? Михаил Шинкарев. Наверное, в подобные процессы меньше втягиваются другие микрорайоны. То есть все равно, мы ведь в самом начале назвали о том, что был инициатор, руководитель школы, был заинтересован архитектор, а инициатор появился потому, что жители микрорайона так проявились. Ну и Елена Михайловна тоже заняла вот именно такую позицию. В других микрорайонах несколько не такая, наверное, монозависимость микрорайона от школы, потому что в этом микрорайоне больше, ну есть еще библиотека, рядом детский сад, но больше это особо ничего и нет. Поэтому вот центр микрорайона – это именно образовательное учреждение. В других несколько иначе. То есть там есть больше, наверное, более достроенные микрорайоны, больше выбор. То есть вот такой инициативы нет, но у нас достаточно инициативно жители именно в рамках ППМИ. Проекты поддержки местных инициатив, и они реализуются и в других микрорайонах, где выступают инициаторами и общественное объединение, и территориальное, ну ТОСы, территориальное общественное самоуправление. Поэтому, может быть, не в таком формате, как лаборатория на микрорайон, но инициативу высказывают. Сейчас обратимся к Евгению. Ну, надо сказать, что Евгений в списке 100 лучших архитекторов России, на минуточку. Да? Ну, я бы сказал скромнее, я попал в 100 участников программы «Архитекторы РФ», которая организует Институт медиа и архитектуры «Стрелка» при поддержке Минстроя России. «Стрелка» – это очень уважаемый между… Минстроя России тоже. «Стрелка» – «Стрелка» – это «Стрелка». По правилам программы я попал в сотни. Это когда это происходило? И сейчас происходит процесс обучения? Да, процесс обучения происходит сейчас. Это было… Планируется четыре модуля. То есть, первый – это модуль был установочный в Москве по проектированию и настройке жилья. Второй модуль был исследовательские поездки по России. То есть, пять групп по двадцать человек ездили по разным городам России. Я, в частности, был в Якутске и Владивостоке. Третий модуль – это такие же исследовательские поездки уже по Европе. Берлин, Роттердам, Барселона и Копенгаген. И последний модуль – это будет «Экономика городов». Он будет проходить в корпоративном университете Сбербанка в Москве. Эта программа замечательная. Я вам сразу скажу. Я тоже эту программу рассматривала и очень жалела, что я никакой ни архитектор, ни градостроитель. Мы обсуждали, кстати говоря, эту программу с Валентином Николаевичем Пугачем, ректором нашего опорного вуза. И понимаем, что, конечно, нужно участвовать, безусловно, в этих программах. Но должна быть инициатива самого архитектора, который хочет в такой программе участвовать. Это не может быть навязано сверху, потому что это не будет востребовано, воспринято. И потом применено на практике. В вашем случае, Евгений, как произошло? Вы сами программу нашли или вас кто-то там правил? Ну, у программы, конечно, мощнейшая информационная поддержка. То есть, если отслеживать какие-то архитектурные журналы в Фейсбуке или еще где-то, то, в принципе, новости о программе идут очень плотно. Ну, и в нашем случае, в том числе, по линии Минстроя пришло в область. И к нам тоже пришло просто сообщение, что есть такая программа. И в ней могут участвовать в том числе, кроме архитекторов, и по специальности специалисты администрации соответствующего профиля. А у вас все сросло здесь, получается? Ну, я просто... А кто из Кировской области еще в этой программе участвует? Я пока один. Вот, я к этому, собственно говоря, вела, потому что надо сказать, что все преобразования серьезные, которые происходят в городах-миллионниках, они без Стрелки сейчас не обходятся. Ну, мало того, что КБ «Стрелка» имеет собственную историю очень интересную, и мы ее озвучивали, кстати говоря, в том числе и на мероприятиях, которые предшествовали урбанистическому форуму, Кировскому первому. Это большой такой механизм, который, не хочу сговорить слово, осваивает, но, тем не менее, хорошо финансируется по проектам государственными деньгами. К сожалению, Стрелка пока реализует масштабные проекты и менее масштабные проекты, но разные проекты от социсследований до строительства в городах-миллионниках. В городах с меньшим количеством жителей до последнего времени никаких проектов Стрелка напрямую не осуществляла. Но, слава богу, дошло до того, что стали обучать архитекторов и градостроителей из регионов, и, может быть, это лучше, потому что у Стрелки тоже было очень много недопониманий с жителями. Вот буквально на прошлой неделе в Берлине я общалась с коллегой из Самары, который как раз рассказывал, какой огромный негативный отклик получил проект Стрелки по преобразованию железнодорожной площади, но площади у железнодорожного вокзала в Самаре. Это был прямо скандал-скандал. Я тогда, кстати, комментировала для Самары Стрелку и говорила, что мы ждем с нетерпением, чтобы хоть какое-то было повеяние. И тут выяснилось, что я как раз комментировала тому самому журналисту, с которым на прошлой неделе был в Берлине, и мы с ним обсуждали эту тему. Он сказал, что люди очень сильно возмутились, прежде всего, автомобилисты. Они сказали, что им неудобно, возникли пробки. Они не поняли концепцию. И они настаивали на том, что изменялось так и сяк. И теперь совместно уже Стрелка вместе с людьми и местным архитектурным сообществом, и специалистами по дорожному движению меняют этот проект. Проект был реализован без обсуждения с гражданами, без моделирования сверху. И вот что получилось. Процесс шел долго, надо сказать, почти год. То есть мощного противодействия, непонимания, критики такой до выработки совместных решений. Как учат сейчас на этих семинарах, где вы, Евгений, участвуете, как учат совместной деятельности, что закладывается в суть вот этой совместной деятельности, вот этого общественного договора, который должен возникнуть, чтобы все части этого договора были удовлетворены, все участники. Еще раз напоминаю, да, вот градостроительство сейчас воспринимается как философия некая, в котором есть три части. Это народ, бизнес и власть. Вот они между собой должны договориться, чтобы возникло что-то эффективное в этом городе. Значит, что закладывается сейчас в вашей программе, мы об этом поговорим после короткого перерыва. Урбан. Программа о городских проектах. Итак, мы обсуждаем механизм соучаствующего проектирования, мы обсуждаем общественный договор между горожанами, властью и бизнесом, который сейчас необходим для того, чтобы реализовывать городские проекты, грамотное развитие города, собственно говоря, градостроительную политику. На примере 9-го микрорайона Кирово-Чепецка. Не только 9-го, вообще на примере города Кирово-Чепецка. Напоминаю, что Евгений Лаптев, начальник управления архитектурой и градостроительства администрации Кирово-Чепецка, главный архитектор этого города, сейчас принимает участие в большом проекте, который организован институтом или КБ «Стрелка» как-то институтом «Стрелка», потому что там делятся по функционалу, и Минстроем Российской Федерации, большой проект, который, собственно говоря, должен сформировать некий, вот в этом году и следующим будет, видимо, это делать, я надеюсь, некий блок архитекторов и сотрудников тех же администраций, муниципалитетов, которые будут, вот все эти деньги федеральные, которые сейчас приходят, и бизнесовые какие-то идеи, и общественные идеи, грамотно реализуют, потому что вот на нас свалились эти деньги внезапно, не было, не было, и вот тебе, да, и вот опять. И у всех головная боль. И да, и стали доставаться где-то из-под скатерти затхлые проекты 20-летней давности, да, и стали срочным спехом осваиваться деньги, и мы на примере Кировского Кочерского парка это видим, к чему это все дело приводит. Люди стали возмущаться, говорить, да нам это не надо, бизнес говорит, да нам тоже нужно совершенно другое, а власть должна, в конце концов, отчитаться и вовремя, и вовремя что-то сдать. Вовремя освоить средства, потому что иначе их придется вернуть, а в следующем году не дадут. Да, и это большая проблема. Но мы хотим, у нас Урбан направлен не на критику, а на учебу как надо, да, вот лучшие практики как надо, и примеряем на себя, и анализируем, что у нас получается. Так вот, мы сейчас обратились до перерыва к Евгению Лапцеву, а у нас тут еще Михаил Шакарев, глава администрации Кирова-Чапецка, кто только что к нам подключился. И очень интересно, конечно, что вы знакомились с практиками, которые есть в Российской Федерации, и с практиками, которые есть за границей. И все это прежде всего направлено на вовлечение горожан вот в это самое проектирование. Давайте мы поговорим про Россию сначала. Вот вы были в Якутске-Владивостоке. Что вы там увидели, о чем вам говорили, как вам обозначали вот это самое партисапаторное бюджетирование, проектирование и участие населения? Ну, Якутск, так же, как и вся страна, включился в эти процессы вместе со стартом федеральной программы «Комфортная городская среда». Там сверхактивный главный архитектор и новый глава города, который, если сейчас смотрите новости, которые там избавляются от дорогих автомобилей, лишают чиновников банкетов. То есть там в плане управления очень... Демократические процессы пошли там. Да, в плане управления там очень мощная история. И, конечно, они, как и все, запрыгнули в этот поезд и несутся со всей страной на большой скорости. И есть парк, не парк, сквер учителя там сделан совместно со стрелкой, с вовлечением. Все процессы, которые идут по всей стране, они, в том числе, идут в Якутске. Но единственное, что пока вот это открытое пространство, они тиражируются на всю страну. То есть открытое пространство там в Москве, например, или в Саратове – это одно, а открытое пространство в Якутске – это совсем другое. Это точно, да. И пока они в этом плане просто тиражируются, скамеечки. И вот то, что мы отметили с коллегами, когда были, что в том числе нужно не делать кальку с кальки, а подходить каждый раз по новому конкретному месту. Все-таки творчество должно присутствовать? Конечно. Творчество, анализ ситуации, научный подход здесь может быть использован? Есть место научному подходу? Должны закладываться какие-то параметры правильные для того, чтобы просчитать все наперед? – Наверное, и научный, но в первую очередь нужно говорить не об объектах, а фонарь. Или как у нас на программе уже такой мем – «хочу фонтан». То есть при любых обсуждениях люди говорят «хотим фонтан». – У нас то же самое люди говорят в Кирове. – Надо больше обращать внимание на сценарий, как я хочу проводить там время. А от этих сценариев должны уже рождаться какие-то объекты. – Наполнение объекта. – Да, то есть когда у нас бывают проектные семинары, вот как раз по созданию городской среды у меня есть в презентации такой слайд «хочу фонтан». и если его разложить на составляющие, то есть фонтан – это что? Это динамика движущейся воды. Есть масса вариантов, и уже воплощенных как динамические скульптуры или какие-то динамические объекты в таких пространствах реализуются без воды. – Приведите пример. Интересно. Потому что мы хотим фонтан в каждом буквально квартале города Кирова. И, кстати, фонтан, который открылся благодаря инициативе очень активного нашего главы тироуправления Первомайского района, парящий камень. – Вячеслав Семаков, да. – Тоже вызвал сначала бу-бу-бу, потому что надо было вырыбить какое-то количество деревьев. И прям жалобы были, даже нам звонили. А потом и те же бабушки, которые звонили с удовольствием на лавочках вокруг этого фонтана, сидят и плещутся, как дети абсолютно не выреагируют. – Ты сказала ключевое слово «лавочки», потому что люди, когда говорят «хочу фонтан», они, мне кажется, закладывают в это как раз не только фонтан, вот этот вот объект, из которого вода выливается и куда падает, они закладывают и окружающее всё благоустройство. – Нам сейчас Евгений расскажет. – Сейчас мы просим, да. – Про слайд давайте «хочу фонтан», это интересно. – Так, наверное, про динамические вещи лучше набрать в интернете кинетические скульптуры, и в Ютубе много видео, это волшебство. Потом следующее, если раскладывать фонтан на составляющие, это звук этой же движущейся воды. Во Владивостоке мы видели такой вот арт-объект, как известно, Владивосток стоит на семи сопках, ребята-архитекторы побывали на всех сопках, записали там суточный цикл звуков, то есть где-то есть фортификационные сооружения, они там скрипели железом, где-то птицы, где-то там слышны какие-то звери. – Где-то океан, может быть, даже слышно, нет? – Скорее всего, да. И установили на площади такой арт-объект, семь таких стел, которые транслируют звук с каждой из сопок. Вместе с освещением включается вот этот звуковой эффект. – Слушайте, как интересно, это одновременно происходит? – Да, и это такая очень странная и атмосферная история, и она очень про Владивосток, то есть это такой в том числе элемент идентичности. Ну и третья составляющая, много, наверное, еще можно так раскладывать, это, конечно, микроклимат, который создает вода, но он решается в том числе ландшафтными какими-то решениями, деревьями, кустами, то есть хорошо организованная посадка деревьев, она снижает температуру. – Мы про прохладу говорим, да, получается? – При этом мы знаем, что даже в нашей области фонтан будет функционировать, ну, сколько месяцев в году. – Ну, с апреля, с конца апреля по конец сентября – это максимум, наверное. – Ну, максимум. – Сколько еще вам надо, я не знаю. Почему вы все против фонтана? – Ну, за. – Больше фонтанов разных и красивых. – Ну, я за динамические объекты, безусловно, и я согласна, конечно, что нужно обязательно, должны быть планировочные решения, которые как раз вот, да, направлены на создание ощущения движения постоянного, потому что движение – это жизнь. Статичные какие-то вот вещи, они не дают развития, не дают ощущения того, что ты живешь, вот, да. И, к сожалению, кстати говоря, когда устанавливают фонтан, очень часто вокруг ничего не происходит. фонтан, мощение, две лавки, значит, расходимся в разные стороны. И это все. – Да, все верно. Сначала смыслы, потом объекты. Вот это очень важно донести в том числе до жителей и до бизнеса, до всех, с кем вы разговариваете, о том, как будет устроено будущее общественное пространство. – Мы сейчас должны с вами, через три минуты будем идти на перерыв. У нас будут новости, тематические программы и рекламы, и мы продолжим. Надо сказать нашим слушателям, что вот Михаил Анатольевич нам сказал в перерыве, что почему вы говорите, что вот жители хотят, бизнес тоже уже где-то хочет, а власть как будто не хочет. Нет, в Чапецке уже все по-другому. Сейчас происходит, мы расскажем, как. Значит, это происходит, как Евгений дает семинары, собственно, властям. А мне от Михаила интересно будет услышать, как вы на это реагируете. Потому что нас тоже тут семинары, знаете, давали, и мы реакции с Аней наблюдали разную на лицах чиновников. И, кстати, на урбанистическом форуме очень ярко было выражено, кто как к этому всему относится. – Мне кажется, что можно понять, кто как к этому относится по количеству людей, которые приходят на мероприятия, и сразу можно понять. Вот ты пришел на мероприятие, видишь там 10 человек, условно, и по ним сразу видно, кто пришел сам. Нет, Света, по ним сразу видно, кто пришел сам, а кого направили. – Ну, не по количеству, а по ним сразу видно. Потому что количество-то было, помнишь, была площадка, скажи, что не так, первая, про мусор, да, когда приезжал господин Фадеев, глава общественной палаты Российской Федерации. – Куда всем было видно на притягу. – Все туда пришли, народу было очень много. Общественники, чиновники, муниципальные служащие. Губернатор говорил, 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 говорил. Потом извинился, им надо было срочно на встречу. Отработал Игорь Владимирович, как следует. Он встал и вышел. Через секунду после него встали и гуськом побежали просто всех, кого туда пригнали. Вот эта вот история, конечно. – Кому было неинтересно. – Мы знаем, как у вас, но тут нам надо поправиться. Во-первых, я должна извиниться перед жителями Самары и Саратова. Я знаю, что это вечная ошибка всех и вся, и они всегда очень обижаются. Потому что, ну, конечно же, площадь привокзальная, которую Стрелка переустраивала, не в Самаре, а в Саратове. И СМИ, о котором я говорила, это «Взгляд.Инфо», который был укроп. – Город Саратов. – Комментарии. А вы, по-моему, сказали, Михаил, что вы как раз видели эту площадь, да. – А, это Евгений видел, Саратовскую площадь. – Да. И надо сказать, она была организована, вот этот тактический урбанизм, так называемый, да, когда будущее решение намечается или разметкой, или выставлением каких-то столбиков. И она, на самом деле, тестировалась, и можно было принять решение, да или нет. – А люди это восприняли, как сейчас им тут все бабахнут, да, и все будет вот именно так. – Я боюсь, что там уже бабахнули, и бабахнули не по проекту Стрелки. – Вот. Вот хорошая у нас такая получается многоточие. Мы продолжим через буквально 15 минут с нашими гостями из Кирова-Чапецка. Урбан. Программа о городских проектах. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скор魂 Звучит М Mortal